Добрый день, дорогие друзья! С вами Александр Герчик. Как по вашему мнению, если обучать DC-трейдингу, то с какого возраста это стоит делать? Ну скажу так, что мой сын, например, отказался. Он сразу мне сказал, папа, это не мое, я не буду. Я думаю, что дети должны, ну, хотя бы проявлять какой-то интерес. Например, если папа сидит возле компьютера, ребенок должен подойти, я такие детей знаю, которые подходят и говорят, ой, пап, покажи, что ты делаешь там, а вот мне нравится. Такие дети есть, я знаю таких детей. Мой сын не захотел. Я знаю так, что у нас есть несколько детей были, дети там моих студентов, которым было 13-14 лет, и они были очень духовые ребята, очень. Ну таких единицы. На самом деле, прям, чтобы ребенок в 13-14 лет понимал, что такое деньги и все остальное. Таких детей единицы. На какие дисциплины в школе дополнительное образование, навыки, умения стоит сделать при этом дополнительный акцент? Нет ли у вас в полонах открыть обучение трейдингу для детей? Я скажу честно, на самом деле, у меня была мечта, я когда увидел, как учат детей в Америке, у меня была просто мечта открыть просто школу. Не школу по трейдингу, а просто именно школу для образования детей. Потому что я считаю, на самом деле, что образование, оно до такой степени слабое в Америке, да? И, например, есть просто очень крутые школы, в которые детям очень тяжело попасть. Но, есть одно но. Я считаю все равно, что, можете спорить с этим, можете нет, это сугубо мое мнение. Что есть дети, которые склонны или расположены к чему-либо больше, чем к чему-то другому. Кто-то это называет талантом, да? Я не считаю это талантом. Это просто именно склонность, да? Я вчера к отцу своего ездил, разговаривал со своим отцом. Я на самом деле был универсальный ребенок. Ради, честно, не ради хвастовства. То есть, кто знает моего отца, знает, что мой отец даже не похвалит. Но я был универсальным ребенком. Я одинаково хорошо знал математику, химию, физику, биологию, притом химию, и органику, и неорганику. Я одинаково, в принципе, знал историю, географию, и все остальное. Ну, первое, я очень хорошо понимаю математику, физику, химию. Второе, я обладаю, на самом деле, все те, кто меня знает, знают, у меня очень хорошая память. И, там, запомнить мне стихотворение или даты, например, какие-то по истории. Большого труда не составлял. Но, нравилась ли мне история? Нет. Нравилась ли мне география? Нет. Нравилась ли мне физика? Да. Любил ли я математику? Обожал. Мама даже вчера моя посмеялась. Я вчера был, уже говорю, приехал к родителям. Я очень хорошо учился. И учитель как раз у меня по математике был Урман Роман Михайлович. Замечательный преподаватель. Это человек, которого я пронес любовь через всю свою жизнь к нему. Он сейчас в Сан-Франциско. Человек просто замечательный. Тоже преподает математику. Я думаю, что благодаря ему, в принципе, я, будем говорить так, стал, как бы, не дурным мальчиком. Но Роман Михайлович мне привил очень много, там, все, что связано с математикой. Не забывайте, практически, там, физика. Потом, когда я пошел в техникум, я учил техническую механику, которую очень хорошо знаю. Которая тоже базировалась на математике. Я в том, что математика дает тебе, там, правила, понимание, формулы. И мой преподаватель говорил, я очень балованный ребенок был. Хороший, но балованный. И он всегда говорил моей маме одну вещь. Если бы он не такой умный был, я бы никогда не терпел. То есть, у ребенка должны склонности быть. Я мог прийти и за 10 минут сделать все уроки, там, математику, физику и, там, химию и все остальное. Валентности, формулы складывать, там, серная кислота, сернистая, с хлорами. Что с этого получится? Есть дети, которые, к сожалению, ну, это вот не их предмет. У нас были дети такие в школе, и как раз тот же Роман Михайлович, он говорил, слушай, говорит, ну, математика это не твое, я тебе просто подарю троечку, сиди спокойно на уроке. Поэтому тут очень спорный вопрос, очень спорный вопрос. Я, как бы, преклоняюсь перед тем, что вы написали. Детей обязательно надо обучать. Обучаю ли я своего ребенка? Да. У меня ребенок шикарно говорит по-русски, читает, пишет. Очень многие вещи я ему привил, потому что я его, как бы, тоже таскал по всем кружкам, там, и все остальное. Это очень хорошо, но не губите ребенку детство, да, вы не забывайте. Знаете, моя мама недавно сказала одну вещь, что ребенок помнит только детство. Вернее, взрослые помнят только детство. Если вы, как бы, вспомните все счастливо проведенные моменты, то они практически все будут из детства. Ну, из взрослости что идет? Ну, первая машина, там, свадьба, рождение ребенка, все остальное. А все остальное, ну, с детства идут. Друзья, футбол, там, туда поехали, сюда поехали. Потом начинается эта взрослая жизнь после определенного возраста, которая, к сожалению, уходит, ну, в никуда. Ты, вот эти промежуточные моменты, ты их перестаешь помнить. Вот, например, я очень люблю машины, собираю, и у меня, вот, бывшая моя машина, вот она. Видите, какая красивая, сейчас я вам ее покажу. Она, вот, такая машина была всего одна в мире, да, 560 лошадиных сил мотор, видите, это внутри. Вот это, сзади ее, смотрите. Это вот ее вперед, видите, это вот. Сделали ее на заказ. И она у меня лежит, как бы, все время здесь, на компьютере, и я очень часто смотрю для того, чтобы по-простому вот это иметь хорошее воспоминание. Потому что, если оно не под рукой, я помню. Смотрите, что, на самом деле, ребенку нравится, прививайте, да. Ну, то есть, если вы видите, что, ну, ребенка полное отторжение. Бусины не любят математику, но я ему просто объясняю, что, к сожалению, это база, ему придется знать, он учит ее. Ну, вот, есть дети, которые, действительно, вот, в чем-то талантливые. Ну, талант, это больше, скорее всего, какое-то направление более такое, которое нравится ребенку. Например, вот там, это как человек, который бегает 42 километра с короткими ногами, да, у него шансы равны практически нулю. И в то же время человек, который там не очень длинноногий, а кратконогий, скорее всего, великолепно будет бегать там 100-метровой дистанции. Поэтому, вы должны понимать одну вещь, что должна быть какая-то конъюнктура человеческая, которая человеку помогает в той или иной степени быть тем или иным в этой жизни. То есть, я думаю, что надо развивать сильное качество, именно развивать сильное, знаете, слабое качество надо подтягивать. Потому что, знаете, когда человек должен развивать свои сильные качества и подтягивать слабое, я думаю, вот, скорее всего, так. Но школу я бы с удовольствием открыл, именно хорошую школу, готовил бы действительно сильных детей, но только тех, которые хотят учиться. Не забывайте, что у ребенка все-таки какое-то, хотя бы какое-то минимальное желание, какое-то минимальное желание должно быть. Я понимаю, что в общей массе, в общей массе дети, они не хотят учиться и их очень тяжело заставить. Но обязательно это ребенком надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok